МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открывал народный календарь Иванов день. Раньше он считался праздником конюхов. Они в этот день не работали, лошади тоже отдыхали. Ведь нагружать ее считалось к несчастью и беде. Не грех конюхам в этот день пиво было выпить до забавной истории послушать, в том числе и про домового. А дворовые в этот день радовались, что лошади без присмотра. Тут же заплетали лошадям хвосты, трепали гривы и сами норовились покататься. Лошади от такого внимания и нечистой силы нервничали. Кобылицы взбрыкивали, жеребцы на дыбы вставали. Поэтому пытались домового задобрить. Выставляли ему угощение, кашу с медом и ржаным хлебом. Бабам в этот день к лошадям ходить нельзя было. Считалось, если она через хомут или оглоблю перешагнет, лошадям тяжело будет хвост тянуть. Поэтому женщины в этот день своим делом занимались. Доставали из сундуков сороки головные упоры, примеряли да подновляли. По их представлениям сорока в этот день весь на хвосте приносит. А сороки действительно прилетали. Их овцом у конюшни подчевали. А вот курам было не до веселья. В этот день их было принято резать и готовить из нежного мяса разные явства. Стол украшали жареная курица, ловша на курином бульоне и курники, особые пироги. Потом следовал Артемьев и Иларионов день. 4 ноября отмечали большой церковный праздник – День Казанской Божьей Матери. С тех пор, как образ Богородицы нашли в Казани на пепелище Стрелецкого дома, множество чудес явило он россиянам. Один список с чудотворного образа помог русскому ополчению изгнать из Москвы польских интервентов в смутное время. А другой поддерживал полки Петра I в Полтавской битве. День этой иконы долгое время был в России государственным праздником. Казанская икона Богоматери традиционно считалась покровительницей женщин, бабьей заступницы. Поэтому день ее памяти был одновременно значимым женским днем. На осеннюю Казанскую обыкновенно играли сфальбы в полном соответствии с народной мудростью. Кто на Казанскую женихается, вовек не раскается. Сельские работы к этому времени были уже закончены. И на многодневные свадебные гулянии оставалось много времени. Везло с хорошими женихами далеко не всем. Но для привлечения внимания парней у девушек имелось проверенное средство. Нужно было ранним утром выйти в рощу, найти березу с заледенелым листом и посмотреться в него, как в зеркало. Считалось, что после этого самые завидные женихи начнут отбивать пороги. Еще один праздник, почитаемый на Руси, выпадал на 10 ноября. Это день святой Пороскевы Пятницы. Пороскева Пятница была покровительницей женского рукоделия. Но она считалась еще и целительницей, и покровительницей семейного благополучия, и счастья. Девушки ей молились о скором замужестве и по любви, да, счастливом замужестве. А женщины, в этот день, конечно же, запрещалось женщине работать. Не пряли, не белили белье, не стирали, не ткали. А вот шить можно было, поэтому в этот день женщины и девушки изготавливали куколки. Куколка Пороскева. Это оберег. Они были самых разных размеров. Были до полутора метров высотой. Их устанавливали на берегу реки. И женщины наряжали такую куклу разными предметами женского рукоделия, ленточки с заветными желаниями. А потом эту куклу, украшенную, наряженную, спускали на воду. Вода в этот день считалась освещенной, целебной для глаз. А у меня в руках куколка Пороскева, которая была очень распространена именно у нас на севере. Вот такую маленькую куколку делали. Это как оберег. Куколка, она сделана из палочек, из деревянных палочек или веточек, которые соединялись в виде креста. А палочки или веточки брали от женского дерева. Это рябина, ива, осина, береза. Но просто так веточку тоже нельзя было отломить. Нужно было обязательно к дереву подойти, сказать о том, для чего эта веточка отламывалась, попросить разрешения. И когда осторожно отламывалась веточка, то обязательно благодарили за это. И вот такая вот куколка появлялась в день, в праздник Святой Пороскевой Пятницы. Она обязательно стояла на клубке ниточек, крепко одержалась. И украшали ее и ленточками, и бусами. А вот ленточки повязывали, ниточки повязывали и голубые, и красные. Это как бы просьба о помощи. Если голубая ниточка, это значит просили богов о помощи. А если красные ниточки, это значит своих предков просили о помощи. 4 ноября отмечали память двух братьев, святых бессеребренников Косьмы и Демьяна, живших во второй половине третьего начала четвертого веков. Господь, благодарный за праведный образ жизни, даровал им способность исцелять больных. Они никогда не брали платы с людей, оттого их и прозвали бессеребренниками. Кузьминки осень и поминки говорили в народе, и в очередной раз отмечали встречу зимы. На Кузьму и Демьяна доигрывали последние свадьбы, ковали счастье молодых. Незамужние девушки проводили старинный обряд, готовили для семьи кушанье и угощали всех. Причем в качестве почетного угощения подавали куриную лапшу. Поэтому праздник был известен народе под названием Кочетятника. В день Кузьмы и Демьяна обращали внимание на приметы погоды. Если день выдавался снежным, следовало ждать весной большого разлива рек. 21 ноября наступал Михайлов день. Особенно торжественно он отмечался на русском севере, так как город Архангельс назван в честь Архангела Михаила. Это был веселый и сытный день. Полевые работы завершены, хлеба у крестьян было много, пиво наварено, гуляй, веселись. 22 ноября Матрена зимняя. В этот день заваривали, запаривали всякие лекарственные травы, целебные коренья, чтобы было чем зимой от всякой хвори излечиться. 24 ноября день Екатерины Саницы или Федора. В этот день Федор начинает землю студить. На Федора наступает стужа, с каждым днем все хуже. Если в этот день на улице шел мокрый снег или стояла сырая погода, то до 4 декабря быть еще оттепелем. 27 ноября Филиппов день. Филиппово заговение – начало рождественского поста. Первая неделя Филиппова поста – кудельница. Женщины по вечерам и ночью при лучине готовили куделю, пряли, наматывали пряжу. Закрывал народный календарь День Григория Чудотворца, жившего в 3 веке. Наши предки по обыкновению 30 ноября закатывали зиму, кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Это делали все, и старый млад. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровее должна была быть зима, но тем удачнее следующий год. Люди так и говорили – катись колесом от последнего осеннего месяца к ядреной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь. На приближающиеся холода указывала и низкая температура в этот день. Подмечали – каков Григорий, такова зима. Смотрели также на лед на реке. Если он был темным, это предврещало хороший урожай будущим летом. На Руси говорили, что на Григория зима устанавливается. Наступал период устойчивых морозов и снежного покрова. В этот день дул холодный северный ветер, называемый в народе сиверка. От него зависели зимние дороги, зимние промыслы и метели. Человек за порог, а его сбивает с ног, любили говорить наши предки. Природа испытывала на прочность. Но эта борьба только закаляла дух русского человека. Вот такие они традиции ноября. Это была программа «Сиюн. Зов сердца». Встретимся ровно через неделю.